Пятый канал представляет Так квартиру нельзя оставлять У нас вон кран течет Анатолий Сергеевич, ну мы прогуляемся Я вернусь, сделаю Сделаешь ты, ага Сколько дней ты уже обещаешь Дождемся, что соседей затопим На деньги попадем Папа, вечно ты со своими деньгами Ну, что, идите-то, гуляйте Я кран починю и догоню вас Пойдем А папа, нас быстро догонит Или как в прошлый раз Мужик сказал Мужик сделал Так Так Стой 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 Кто там, а там кто? Нормально, да? Здорово, мужики Есть кто свободный? Ну, надо кран починить Следующий анекдот Ну, послушайте, срочно Сколько? По три договоримся Ну, а так надо, бери, пойдем Ага Слушай, у меня там всю квартиру заливаешь Совсем шире? Да, да, пойдем скорее Побежали, побежали Я вообще-то сегодня выходной Просто теща приехала Думаю, дуй-ка ты, Коляныч, на работу От греха подать Мы с тобой просто Братья по несчастью Я вообще С тестем живу О, вот это ты попал Это ж каждый день проверка на вшивость А ты думаешь, кто меня запряг кран-то чинить? А я сегодня выходной Работаешь-то где? В полиции Ого, как говорится, покой вам только снится Слушай, а ты скажи, что, мол, тестью-то все сам свои рукави отремонтировал А это, это тема А то Хоть в авторитете побудешь Все, готово Готово? Ну Ну-ка Слушай, да ты прям спец Ну, так Так, держи О, благодарю Я тебя благодарю 40-145 Тимур, а с чего обращаешься? Погоди, не записал еще Извините, пожалуйста Вы же сантехник Ну, предположим Пожалуйста, помогите Коль, да ты прям на расход сегодня Я кольцо в раковину уронила Обручальное Так А завтра свадьба Да шо, шо всех прорвало-то, а? То один, вон, то другая Аккуратнее можно Извините, пожалуйста Там, там работа на пять минут А благодарю, хорошо Ну, если на пять минут Пойдем Как я могу красивой девушке отказать? Проходите, пожалуйста Ага Сюда Вот В общем, вот вам фронт работ Где-то Ага Колечко могло в гофру попасть Да, наверное, да Хозяйка! Принимай работу Хозяйка Хозяйка Альвина Что это такое? Это что? Музыка орет дверь от fida Хозяйка, Ольвина, ты где? А вы кто такое? Что здесь случилось? Убили! Убили! Сейчас полицию вызовем! Убили! Так я правильно понял, вы собственница квартирки? Собственница? А, она квартирарка! Кто? Убитая! Осторожней! У нас тут ремонт и звездка! Понятно! Она одна жила? Одна! Так, а это собственно кто? А это муж вы, Бобрин Матвей! К караулю! Кого? Так убийцу! Так убийца там что ли? Да! Конечно! Вот дверь-то закрыли! Так, стоп! Давайте еще раз с самого начала! Мы пришли с супругой ругаться, там музыка громко орала! Дверь открыта! Да, мы входим туда, а там труп! И убийца! Вот мы дверь-то и закрыли! Так, понятно! Давайте ключи! Ага! Стороночка! Оставайтесь здесь! Так, осторожно следы, следы! Тихо, тихо! Тихо! Руки! Живо встал! Встал живо! Я не убивал! Я не убивал! Я сантехник! Я вот кольцо доставал! Из раковины она меня попросила! Выхожу, а она там лежит! С подушкой на лице! Кольцо в желудке! Не убивал, ребят! Извините! Так, разберемся! Руки! Так! Да-да! Разберемся! Я сантехник! Сантехник! Давай Анатолкова в отдел, быстро! Разберитесь! Я не убивал! Пошли-пошли-пошли! Я не убивал, ребят! Ребят, я не убивал! У меня жена, дети! Ребята! Оперный театр! Юрьич, ну что? Что? Убита? Точнее, задушена! Время смерти? Ну, где-то пару часов назад, я точнее скажу, после вскрытия! Ладно, пойду я следы зафиксирую, а то вы сотрете все! Давай! Юрьич, тут пропуск! Санкт-Петербургский театр оперы и балета имени Даровских! Альбина Чарушина! Похоже, наша убитая была балериной! У тебя что? Тут следы от пары обуви! Ну, видимо, тоже кто-то в ремонт вляпался! Так, держи пропуск и кольцо! Дорогое колечко! Любопытно! Юрьич! Что там? Иди-ка сюда! Ух ты! Ух ты! Оригинальный инструмент у сантехника, да? По-моему! Все понятно! У меня свидетель есть! А он видел, как меня эта покойница сама позвала! Да если б я убивать шел, стал бы я перед вашими светиться! Перед кем? Перед нашими! Свидетель мой в полиции работает! Я ему сегодня кран чинил! Стахановцев в семнадцать! Так! Квартира четырнадцать? Да-да-да! Четырнадцать! А, садись! Позвоните ему! Позвоним, позвоним! Не переживай! На аттракционной очереди! Как-то мы взяли! Надо было на шашлыки! Надо было Тимуру сказать, он бы мясо замариновал! Лучше Тимура никто, Люля, не сделает! Это точно! А папа даже умеет делать шашлыки с дефира! А что я вам принес? Ну-ка подержите! Да! Коляныч? Что? Мог бы эскимо взять! Пап, ты вообще мороженое не ешь! Тебе нельзя! А мы все заказали пломбир! Правда, Тимур? Ой, а где Тимур-то? А папа вон уже где! Здорово! Привет ваш! Ну что? Говорят, у Биена здесь одна проживала, да? Вроде бы да, но смотри, что я обнаружил! Самурай! Между прочим, очень недешевый парфюм! Тут вся банная коллекция, причем флакончики полупустые! Да ты что! Слушай, а чё? Ничего! Хороший аромат! То есть, хочешь сказать, что у нее был поклонник на постоянной основе? Ну или любовник, причем не бедный! Парфюм-то не дешевый! Еще в комнате мы обнаружили разбитую посуду и порванную одежду! Разборочки! Скорее всего! Так что надо искать, кто тут руками махал! Камер на подъезде, естественно, нет! Так что пойду по соседям! Поспрашиваю! Что раз самурай здесь хаживал! Ну, ты тут заканчивай! Давай! Ну что, Володя, вот который год не могу жену на балет сводить! А мне и здесь на работе умирающих лебедей хватает! Хорошо, хоть дело раскрыли по горячим следам! Ну да, раскрыли, да! Мне даже вспоминается ваша любимая поговорка! Вот эта! А за рекой жили мастера! Делали все быстро, брали недорого, выходила полная… Кузьмин! Ты чего это? Ты на что намекаешь? Да как на что намекаю, Андрей Борисович? Ну что, по-вашему, сантехник пришел в квартиру, дверь нараспашку, музыку врубил погромче? Заходите, соседи дорогие, смотрите, как я тут балерину убиваю! Он, по-вашему, совсем идиот? И что, кто-то из нас идиотов хочет сделать? Конечно! Кто-то хочет, чтобы мы получили подозреваемого на блюдечке с голубой каемочкой и успокоились! Ну и кто к Альбине мог войти? Пока сантехник в ванной был! А кто угодно! Ну да! Туда-сюда, слово за слово, подушка на лицо, а потом шум поднять! Могли даже эти квартирные хозяева, Бобрины! Могли! Я, кстати, проверил, у Тайси Бобрины интернет-магазин поддержанных брендовых вещей! Так вот, наряды, которыми она торгует, раньше принадлежали Альбине! Потому что она выкладывала фотки в соцсети! Вот тебе и балет! Интересно девки пляшет! Для Альбины прошлогодние вещи, старье! Она сама меня просила их на помойку отнести! А вы, значит, нарядами по-своему распорядились, да? А что такого? Я людям помогаю! Хорошую одежду за копейки купить! А вон, вы хоть у мужа моего спросите! Это Альбина при нем мне вещи отдавала! Какие вещи? Какие вещи? Матвей! Ты что, с утра себе уже глаза залил? Не позорься перед полицией! Говорил я тебе тая, не бери чужого! Раз уж до этого дознаешься, то до другого точно докопаешься! Что? Сознайся лучше меньше, даду! Что? Ну, я ж правильно говорю! Да он все врет! А вы, простите, в чем подбиваете собственную жену сознаться? Как в убийстве Альбинки! Она сегодня с утра к ней заходила без меня! Побыла там немного и вышла! А потом уж мы вдвоем-то с ней зашли! Да ты что, короче! Что, пошла опять вещью Альбинки тырить? Она тебя за руку поймала! А ты ее придушила! Я с убийцей в одну постель не лягу! Сантехника Коляныча женщина просит достать упавшее в раковину кольцо. Закончив работу, он обнаруживает труп хозяйки. Коляныча обвиняют в убийстве. Под подозрением также соседка погибшей Альбины Чарушиной, Таисия. Муж Таисии Матвей опровергает ее алиби. Посадить меня хочешь? Сейчас сам на зону пойдешь! У меня алиби есть! У меня алиби есть! Посмотрите! Так! О! Смотрите! Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сейчас я расскажу вам… Да вы до конца посмотрите! Я с девяти до десяти в эфире была! Курицу для него фаршировала! Чистим лук, морковку и другие овощи. Пассируем в масле, а потом… Нехорошо, товарищ муж! Некрасиво! Ложный донос – это так-то статья! А может быть, пока я вокруг курицы крутилась? Он к альбинке ходил, чтобы охмурить! Она его старого мухомора посылала, а он ее подушкой и задушил! Как вам такая версия, а? Это я старый мухомор! Да-да, ты старый мухомор! Я! Кто?! Замолчали оба! Сели! Куда? Сюда! Как сели, показывать? Нет! Ноги вытянули! Какую? Правую, оба! Держим! Вот так-то! Опускаем! А у меня тоже алиби есть! Я в компьютер все утро играл, можно проверить! Вы мне лучше расскажите, что за мужчина к альбине ходил? Лица я не видела! Но он такой здоровенный! Плечо! У него еще джип! Черный, новый! Номера запомнили? Так, Коляныч! Ты когда был в ванной, слышал, что в квартиру кто-нибудь заходил? Не слышал, хозяйка музыку уже била! А насчет соседей? Бобриных? Да, может быть, кто-нибудь из них в комнате-то прошел! Не знаю, я уже ничего не знаю! Так! Аккуратнее можно! Извините, пожалуйста! Там работа на пять минут! Отблагодарю, хорошо! Андрей Борисович, это не она! В смысле? Ну, к нам с Колянычем-то другая подходила, не Альбина? Точно! Я не с ней ушел! Приплыли! Ну, а как так-то? А ты в лицо-то, покойница, глядел? Да я мертвяков боюсь! Она синяя лежала! Жуть! Волосы черные, как у той! А лицо другое! Ну, а писать? Вот эту женщину, которая к вам подходила, можете? Они похожи! Ну, та в очках была и пиджак серый! Точно! Пиджак серый! Четверщина какая-то! Подошла одна! А убили-то другую! Видела этого мужика сегодня, в начале десятого! Я с Джимом гуляла, а он в этот подъезд зашел с какой-то теткой! А эта тетка потом из подъезда выбежала! А, случайно скажите, не с этой? Нет! Это Альбина-балерина! Она одевается очень круто! Она той серый стрёмный пиджак был! Альбинка бы такую дешевку не надела! Спасибо большое! Вы очень помогли! Всего доброго! До свидания! Значит, ищем женщину в стрёмном сером пиджаке! Глаза вроде похожи! Да это она же, Тимур! Да не она я тебе говорю! Ну, она и не она! Просто похожи! Не кипятись, Тимур! Найдем мы эту красавицу! Андрей Борисович, вы что, веганом решили сделать? Да, решил устроить бой калориям! Он как у балетных! Помнишь стихотворение? Балерина ест шпинат и садится на шпагат! Ну да, а вы чем хуже, правильно? А ты не стебись! Так я… Андрей Борисович, я к чему говорю? У этой Альбины целая куча фото, где она то стейк наяривает, то с мороженым! Ну, правда, она была не прима! Третий лебедь у пруда и зарплата ерунда! И родители бедные! Да, ну, по нарядам-то не скажешь! Давай, Володя, ищи кто меценату этой бейдерки! Значит, больше всего совместных геолокаций вот с табачником Евгением Анатольевичем! Смотри-ка ты, здоровый какой! Слушайте, а не с ним ли? Альбину-то видели, соседи! А что, про него известно? В прошлом рукопашник, сейчас бизнесмен, владелец спа-салона «Королева Марго»! Смотри, как поболтала его жизнь-то! С татами на педикюры! Тоже к красоте потянуло! Да, Андрей Борисович, его жизнь еще и в ЗАГС потянуло! Вот его жена! Табачникова Маргарита Эдуардовна! Ничего себе! Наштукатурилась! Оля, что, как будто я ее где-то видел! Ну, ты знаешь, сейчас все девушки на одно лицо! И мы хайлайтеры, и контурирование, и не побоюсь этого слова! Вот эта вот архитектура бровей! Так вот, это Табачникова в девичестве Терехова! Это дочка Терехова! Что значит, дочка Терехова? А это Тимур, дочка очень влиятельного человека! Аккуратнее, то перемывать будете! Я извиняюсь, зачем мне понравился полиция? Так-то мы расследуем убийство Альбины Чарушиной! Что? Альбина? Да нет! Как же так? Молодая же совсем! Что случилось? Ее задушили! Евгений Анатольевич, честно, как давно у вас был роман с Альбиной? Какой такой роман? Вы что? Я мужчина семейный! Одно другому так-то не мешает! Мы только по работе общались! У меня еще один бизнес! Я спортивным питанием торгую! Консультировал Альбину по поводу подбора биодобавок! Парфюм у вас хороший! По-моему, из серии «Самурай», да? Так вот, у Альбины дома вся ванна этой продукции заставлена! Да! Отпечатки на флаконе есть! Сравнить с вашими одна минута! К тому же в квартире рваная одежда, битая посуда! Милые бронятся, только тешатся, да? Только вот у нас убийство! Понял тебя! Решим вопрос! Я не понял! Мы что, в прятки играем, что ли? Только тихо, мужики! Там тесть из салона вышел! А! То есть, если тетя узнает о романе, мы имеем второй труп! Правильно понимаю? Ну, это же он мне бабки на салон дал! А! Вон оно что! И как же вы решились-то на роман? Влюбился! Альбинка, она ж такая балерина, одним словом! Характер, правда, дрянь! Посуду колотила только так! Но я ее пальцем не трогал, клянусь! Когда в последний раз ее видели? Вчера днем! А где были сегодня утром с девяти до десяти утра? В салоне с женой и тетям! Ваша жена точно не знает о романе? Витка не в курсе была! Знала бы, папаша стуканула! Слушайте, товарищи полицейские! Мужики! Я вас это по-человечески прошу! Не сдавайте меня! Тесть узнает! Он мне все выступающие части тела отщекрыжет! Ну, будьте людьми! Барышня! А вы кто такая? Здесь для персонала вход! Как я это, собеседование проходила у Маргариты Эдуардовны на лашмейкера! И как? Не взяли? Пальцы у вас аристократические! Спасибо! Часто это говорят! А Жени сегодня нет? Я просто знаком с вашим хозяином! Вот поэтому без звонка приехал! Думал бы в какой-то веке застать! Да вы разминулись! Евгений Анатольевич был с девяти утра здесь сегодня! Сначала у Барбара, потом отчеты с учредителем готовил! С честем что ли? Ну да! У хозяев семейный бизнес! Королева Марго в честь жены Евгения Анатольевича! Зоя, слушай! А ты в шкафу с расходниками глину со спирулиной не видела? Маникюршица глина не нужна! А что закончилась? Ну да! Я сегодня утром Маргарите Эдуардовне обертывание делала! Там еще на раз оставала, сейчас глянула пусто! Вот кому могла глина понадобиться со спирулиной здесь? Ну что, первую часть Морализовского балета мы отписали? И что мы имеем? А ничем мы не имеем! У Матвея, у Таисии, у Табака, у этого, у жены его Риты, у тести его Эдуарда! У всех алиби, все без толпы! А может Рита кого-то наняла, чтобы избавиться от соперницы? Интересно, кого? Что, эту брюнетку в сером пиджаке, который Коляныча в ванну затащила? Да нет, Рите только стоит своему папаше позвонить и все! В общем, все половецкие пляски, все связи Маргариты нужно отработать! До завтра! Ну, не ожидал я, зятек, что ты, оказывается, рукастый, да? Кран починил, прям как настоящий спец! Анатолий Сергеевич, а куда столько много-то? Вон, сами-то ничего не едите! Давай-давай-давай! А мы в гостях поужинаем! Какие еще гости, мам? Угу! Нас Михалыч, мой сослуживец, пригласил к себе на дачу! Дня на три! А вы меня тоже возьмете и Машу тоже! Вот насчет Маши уговору не было! Ну ладно, возьмем! Только чтобы она вела себя прилично! Значит, ты чемодан-то собрала? Да! Такси вызывает! Ага! Вы уж тут без нас не скучаете! Отдохните хорошенько! Да-да! Вы там, это самое, подышите свежим воздухом! Да! Главное, вы назад не торопитесь! Мы всегда вас рады и ждем! Спасибо! Я тебя услышал! Все, отбой! Ковбой! Боец! На передовой! Чего у Бугнова? Второй медовый месяц, что ли? Вроде того! Здорово, Борисович! Доброе утро, Андрей Борисович! Да не совсем доброе! А что такое? У табака у этого связи, видать, наверху! Тесть, наверное, заступается! Там, видать, не только тесть! Он же у нас бывший спортсмен, телохранитель чиновника! Которого? Борисович, я тебе говорил! Вот они, видать, и звонили! Уже? И сильно надавили? Ну, а ты как думаешь? Говорят, давай, закрывай дело! Ясно, что виноват сантехник! Погодите-ка! А как же та женщина, которая привела Коляныча в квартиру? Ее же видел Бубнов и соседка Альбины! Ну и где эта женщина-то? В воспоминаниях? А должна быть в допросной! Так же давайте работаем! Времени у нас один день, одна ночь! Приехали! А позвольте вас пригласить на завтрак в пастель! А давай ванную примем с пеной! И клубничку возьмем? Да! Я все приготовлю! А-а-а! Ну давай-давай! А-а-а! 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 А-а! Аккуратнее можно? Извините, пожалуйста. Девушка! Девушка! Вот мы куда-то ездим! Дайте, попустите! Уберите коробку! Девушка! Девушка! Сантехника Коляныча у жилконторы. В присутствии Бубнова женщина просит достать упавшее в раковину кольцо. Закончив работу, Коляныч обнаруживает труп хозяйки. Его обвиняют в убийстве. У любовника, погибшей Альбины Чарушиной, Евгения Табачникова, алиби. Выясняется, что сантехника в квартиру Альбины привела другая женщина. Бубнов случайно встречает ее на улице. Ну, Тимур, может, тебе померещил всю статку? Перетрудился, поди. Ты сам перетрудился, Андрей Борисович, сто процентов. Ну, та самая девушка, с которой тогда Коляныч уходил. Ну, как же ты ее упустил-то? Ну, вот так! А мне начальство танец с саблями на нервах пляшет. И на мозгах крутит. Слушайте, она же выходила из торгового центра с красными пакетами. Ну, и что толку-то, что с красными? Так пакеты-то фирменные, значит, из какого-то определенного магазина. Да, Паш, поздравляю. Спасибо большое. Нет, правда, Сандра Николетти — это очень хорошая фирма. У меня мама такие тупые носит. Погоди. То есть ты знаешь эту марку? Ну, да. Скажи, пожалуйста, а какого ляда мы по всему торговому центру носились, искали бешено дорогую фирму обуви, которая свои товары упаковывает в красные пакеты? Ну, извини, ну, марку я знаю, но на логотип и на упаковку я внимания не обращал. Да ладно ты. Главное, что у твоей жены теперь нормальные туфли. Держи. И не только у жены. Главное, что мы фото с камеры видеонаблюдения взяли. Слушай, ну ты можешь пробить электронную карту, которую она расплачивалась? Она не расплачивалась картой, Тимур. Видимо, она заплатила наличкой. Ну, а в соцсетях по фотографии? Какая ценная идея? Я уже все перерыл, уже все проверил вдоль и поперек. Ну, погоди-ка, это ж фото из салона королевы Марго. Смотрите, стилист только что выложила, пишет наша любимая хозяйка в процессе смены имиджа. Так это же Рита, жена табака, только брюнетка. Обалдеть. Кстати, смотрите, у фотографии есть дата. Рита изменила имидж за день до убийства Альбины. Погоди-ка, слушай, ну просто найди сто отличий. Да ее мать родная не узнает, не то что я. И что получается, значит, Рита привела Колянча к Альбине, а бантная жена домой к сопернице. Ну, в салоне-то подтвердили альберит. Да, и теперь возникает вопрос. Как она могла оказаться в двух местах одновременно? А вот надо поехать в салон и все еще раз перепроверить. Ну, какие из нас засланы казачки? Он на шахаре уже видел. Спокуха, десантура. Считай до трех. Все, птичка вылетит. О, а вот и вот. Молодец, Кузя. Программа есть такая. Звонок чужим голосом. Та, что табаку у соседка по даче позвонила, сказала, что в замке Настя ж стекла выбито. Сколько до дачи ехал? Думаю, часа полтора по пробкам. Столько же обратно, так что часа три у нас с тобой есть насладиться тайской нежностью. О, не-не-не-не. Это без меня. Ничего. Ну, потому. Не, ну, я-то ради дела готов на все. Отчаянный вы, Павел Ильич. Есть такое. А я тогда камеры поблизости посмотрю. Надо ж узнать, где Рита была вчера с девяти до десяти утра. Ну, так. Тоха прислал записи с камер от входа в салон. И что, места в портыре можно занимать? Да нет, нечего смотреть. Риты на них нет. Как это нет? Ну, может, она со служебного хода зашла. Вчера массажистка жаловалась, что после того, как она сделала обертывание Рите, глина у нее оставалась еще на одном обертывании. Но глина куда-то исчезла. И что? Ничего. Но мне кажется, что это не случайность. Ух ты, как хорошо-то, а. Что за монстр-то какой-то? Ну что вы, объятия Афродиты – одна из самых популярных у нас процедур. Слушайте, и что? Долго мне такой мумией не лежать-то? Ну, я вас сейчас одеялком накрою и на часик оставлю. На часик? Голого. Грязного. Мне одному будет страшно. Не волнуйтесь, я в соседнем кабинете буду, если что, позовете. Ну, тогда ладно. А вот эта дверка у вас куда ведет? Какая? Вот эта? Да. Да, там служебная, переговорная, кладовая. Не волнуйтесь, вас никто не побеспокоит. Лежите вот так. Никто не побеспокоит? Ты вписался, Паша. Критуль, у тебя есть что-нибудь от аллергии? А то я на твоей вчера как-то скрулили все пятнами пошла. Чего ты орешь, что ли? Что-то, пока, с процедуры два дня краситься нельзя. Мне только тональник. Так, слушай, посиди здесь. Все распоставщики должны приехать. С ними разберусь. Потом с тобой. Тихо, тихо, полиция. Сантехник Коляныч приходит в квартиру Альбины Чарушиной, чтобы достать упавшее в раковину кольцо. Закончив работу, он обнаруживает хозяйку мертвой. Выясняется, что в квартиру Альбины Коляныча заманила жена ее любовника Маргарита. Но на время убийства у нее алиби. Шапошников обнаруживает, что подруга Маргариты ведет себя крайне подозрительно. Я, 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 я не воровала. Я свое взяла. Ну, ты начала. Представьтесь. Василиса Суркова. Какие отношения у вас связывают с Маргаритой Табачниковой? Учились вместе, потом пути разошлись. Мне по жизни не так везло, как Ритке. Не везло? Поэтому решили обворовать одноклассницу? Нет, нет. Понимаете, я кондитерскую открыла, Рита мне денег заняла. Но потом я прогорела, и Ритка сказала, что простит долг, если, если я ей кое в чем помогу. А я думала, ты верная жена. Инна, старуху бывает проруха. Так что прикрой меня, дорогая, я отскочу на часок. А вдруг это твоя косметолог заметит? Ой, да под грязью не видно, какой человек на процедуре. Слушай, Вася, я курточку твою возьму для конспирации. Да бери, конечно. Сумку забыла. Так, все. Блин. Тогда Маргарита завела любовника, да? Я табака Риткиного мужа видела. В жизни не поверю, что от такого Аполлона можно уйти. Ну и интересно стало, куда она ходит. Ну и вы решили подруге на секрет монетизировать, подбросив GPS-маячок в ее сумку. Верно? У меня кредиты. Лишняя денежка не понешала бы. Толя, а давай завтра на даче сантехника вызовем. Через знакомых хорошего найдем. Давно пора своим специалистам обзавестись. Так, обзавелись уже. У нас зять за ум взялся. Все починит. У Тимура своя работа. А ты ему вторую смену хочешь организовать. Да еще и не по своей специальности. Нечем баловать. Не цаца. Пусть и дальше в том же духе продолжает. Толь, что ж ты за человек-то такой, а? Все вокруг тебя хороводы должны водить. Если ты Тимура завтра заставишь сантехнику чинить, моей ноги на даче не будет. Настя, ну стой! Значит, заклятая подруга подбросила Рите GPS-маячок. Да, Андрей Борисович, но данные с него поступали на сервер, и я получил к нему доступ. Смотрю. Так, Рита поменялась местами с Василисой. Вышла через служебку. А дальше на что? А дальше смотрю. Так. А дальше она приехала к дому Альбины. Уверен? Абсолютно. Абсолютно. Что, Рита отправила за первым попавшимся сантехник? Ну ей же, а надо было кого-то подставить. Какой-то дебильный план. Слушай, он сработал. Она запустила Колянча в ванную, в сумку бросила украшения, а сама убежала, оставив дверь на растопашку, включив музыку на всю катушку так, что все соседи сбежались. О, идет. Здравствуйте. Старший лейтенант Ветров. Вы задержаны по подозрению в убийстве Альбины Чарушиной. Проедем-ка с нами. Что за бред? Куда я с вами не пойду? Какая встреча? Можно вас? Вы задержаны. Ваши отпечатки обнаружены на сумке с инструментами сантехника. Вы их оставили, когда подкидывали туда драгоценности. Плюс следы вашей обои в прихожей. Достаточно? Зачем вы это сделали? Я всегда понимала, что мой муж со мной только из-за связи моего отца. Но думала, что со временем у него хоть какие-то чувства ко мне появятся. Жень, давай на выходные в пансионат поедем, а? Только ты и я. Не получится, Ритон. Работа. Ты и папа меня за неудачникой держишь. Приходится в кровати, чтобы моя принцесса ни в чем не нуждалась. Я нуждаюсь. В тебе. Евгений Анатольевич. Да. Там проверка из пожарки пришла. Иду. Я решила, это мне подарок. На годовщину свадьбы. Но муж вообще про дату забыл. Как вы узнали об Альбине? Детектива наняла. Знаете, я ведь даже имидж сменила, чтобы на нее походить. Перекрасилась, волосы нарастила. Бесполезно. Мой муж продолжал меня игнорировать. А когда вы решились убить Альбину? Когда увидела кольцо. То самое с березой у нее на фотографиях. Идея использовать в темную сантехника. Когда вам в голову пришла? Да, в остях каких-то увидела, что какой-то электрика или водопроводчик, не помню точно. В общем, пришел чинить что-то и убил хозяйку из-за бриллиантов. Ну, и я проследила за Альбиной и решила подставить сантехника. Я ведь могла отца попросить с Альбиной разобраться. Но не стала. Он бы тогда с вашим мужем точно разобрался. Да. А я его люблю. В общем, первый раз в жизни пришлось решать свою проблему самой. Спасибо тебе огромное. По гроб жизни тебе обязаны. Если б не ты сидел, бы сейчас ни за что. Да ладно. Работа у меня такая. Кстати, про работу. Сегодня возьму инструменты. Завтра с утра пораньше поедем. Где там у тебя отец гостит? Все сделаю, как для себя, обещаю. Ну, раз так, договорились. Добро. Ты че? Да нет, показалось. А, бывает. Папа, смотри, устала, ножка отломалась, а я ее починила, пластилин прикрепила. Ах ты моя умница. Сейчас в папу. Беги, игра иди. Кстати, Антон Сергеевич, насчет вашего приятеля-то. Я завтра с утра на дачу метнусь, все починю, а вы там потом к обеду подъезжайте. Вместе поедем. Как? И Коляныча твоего возьмем. Значит, мне тогда не показалось его жилконтора. Толь, ты что, насчет сантехника передумал, что ли? Каждым делом должен профессионал заниматься. Раз благодаря зятю, невиновной на свободе, то получается, что Тимур в своем деле спец. Папа? Да. Ну. Так что завтра на даче Коляныч пусть сантехнику чинит. А ты не расслабляйся. А. Еще одним своим талантом блеснешь. Шашлык пожаришь. О. Ну, это я с удовольствием. Заметано. Видишь, кометы сгорающих звезд. Знай, это я загадал сто желаний. Строим мы с прошлого в новое мост. Из поцелуев, надежд, обещаний. Я головою твоих милых ног. Губы мои тронешь нежно руками. Пусть улыбнется сияющий Бог. Пролетая над нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова